О связи Ленинграда и Танкограда хорошо знают и в 48-й Челябинской гимназии. В школе жили блокадники после того, как были эвакуированы из взятого в кольцо города. Это были обычные люди и семьи работников Кировского завода. Юлия Савосина встретилась с очевидцем тех событий. Старенькие ножницы и ложку Ольга Богданова хранит как сокровища. Это все, что осталось у женщины в память об отце и их довоенной жизни. В 1941 году Ольге было всего 5 лет. Вместе с родителями она жила в Ленинграде и хорошо помнит, как началась блокада. Были все время сигналы, были воздушные тревоги, бабежки были. Мы жили в деревянном доме. Деревянный дом двухэтажный был, барачного такого типа. Вот, прятались где-то. Я помню, мама меня отправляла гулять. Я не гуляла, потому что все время ходила съесть. Это было чувство голода. Ольге Богдановой и ее семье повезло. Отец работал на Кировском заводе. И его вместе с другими рабочими срочно эвакуировали в Челябинск. Зимой 1942 года уехать из Ленинграда удалось и Ольге с мамой. Столица Южного Урала тогда стала домом для 15 тысяч блокадников. Поэтому Челябинск в эти дни вспоминает события 1944 года. Тогда, 27 января, был освобожден Ленинград. И к 75-летию снятия блокады в городе проходят памятные мероприятия. 7 тысяч стали к станкам. 7,5 тысяч. А остальные, это дети, бабушки, дедушки. Их надо было накормить, напоить, обуть, одеть. Вот это все лежало на уральцах. Это третий этаж гимназии номер 48. Сейчас коридор наполнен громким смехом и детскими радостными возгласами. Однако, 77 лет назад здесь можно было услышать только молчаливое отчаяние людей, которые буквально чудом спаслись от смерти. Это люди, которых эвакуировали сюда из блокадного Ленинграда. Гимназия стала временным домом для эвакуированных. В классах вместо парт стояли кровати. Но их не хватало, поэтому кому-то приходилось спать на матрасах, лежащих прямо на полу. Но люди, добиравшиеся до Челябинска почти два месяца в вагонах для скота, были рады и таким условиям. Как только блокадников доставили сюда, то первым делом их накормили и обогрели. Им дали тарелку мясного бульона и кусок хлеба. И для них, после того, как они ели вареную кожу, это было настоящим пиршеством. Также здесь им варили суп из чечевицы. О том времени сейчас в школе напоминает мемориальная доска и небольшая экспозиция. Среди памятных вещей есть и те, что раньше принадлежали Ольге Богдановой. Вот они, несколько фотографий и письмо. Это письмо ее папе Мартимьянову Тимофею от его ленинградского друга. Вот видите, это письмо пришло из Ленинграда. Оно на плотной такой бумаге. И благодаря тому, что оно написано карандашом, поэтому оно хорошо сохранилось. В гимназии Ольга Богданова жила полгода, пока не дали другое жилье. А затем, через много лет, вернулась. Работала медсестрой. И нынешние школьники хорошо ее помнят. Ольга Тимофеевна, она тут была врачом. Очень добрая, отзывчивая, всегда поможет. И я бы, конечно, просто приходила с ней поговорить иногда. Кроме того, в школе каждый год отмечают день снятия блокады Ленинграда. Здесь проходят митинги, исторические квесты. В этом году школьники запустили акцию «Белый журавлик». Ученики сделали 872 птицы из бумаги. По одной на каждый день, что город на Неве провел в осаде. Юлия Савосина, Евгения Малышка, Евгений Молчанов, Алин Хачатуров, ОТВ.